Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Константин Сердюк. Являюсь президентом Федерации спортивного бильярда Украины в Харькове и в Харьковской области. Также я являюсь основателем школы бильярда «Школа чемпионов». И сегодня я хочу рассказать вам о истории украинского бильярда, а также о истории возникновения бильярда в Харькове и в Харьковской области. Значит, первые воспоминания бильярда о бильярде – это 10 тысяч лет до нашей эры. После раскопок нашли мумию маленького ребенка и две палочки и три шарика. Затем воспоминания о истории бильярда – это 3-4 век, древний Китай и Индия. Но, скорее всего, игра напоминала более не настольную игру, а напольную, даже сказать, наземную. Это было игровое поле, это были клюшечки, это были кегли, которые сбивают, а также лунки, которые скатывались в шары. Скорее всего, игра эта была похожа на что-то совместное – гольф, боулинг и бильярд. 13-14 века нашей эры – это воспоминания летописей Англии и Франции. То есть в это время уже бильярд был похож на тот бильярд, который мы видим в наше время. То есть это бильярдный стол, это шары, бильярдные инструментки. Но, значит, вместо кожаной наклейки, которую мы видим сейчас на бильярдном инструменте, была наклейка гипсовая. В 16 веке появился такой человек по прозвищу Минго – это французский виртуоз, который придумал кожаную наклейку. Для того, чтобы вы понимали, в чем разница, то есть гипсовая наклейка можно было наносить туда только в центре шара и поверх шара. С появлением кожаной наклейки открывается еще 38 функций вращения шаров. Соответственно, игра стала приобретать другой вид, игра стала более артистичной, более зрелищной, более интересной. Конец 19-го, начало 20-го века была написана «Теория бильярдной игры». Это первая книга, написанная Анатолием Ивановичем Лемоном, человек, который прославился не только в написании своей книги о бильярде, а также и в медицине, в анатомии, в биологии, в музыке. Значит, после того, когда эта книга появилась на свет, что он сделал? Интересно. То есть он в этой книге полностью расписал по наукам, какие процессы происходят в бильярде. Он разделил игру бильярдную на процессы физики, на процессы физиологии человека, написал первые, краткие, первые уроки по бильярду, первые упражнения. А самое главное, что он сделал, он расписал психологию игры. То есть бильярд – это очень психологическая игра. Значит, в мировом понимании есть четыре разновидности бильярда. Самой сложной разновидностью считается карамбольф – это французская разновидность, кстати, безлузный вид бильярда, снукер – английская разновидность, потом по сложности идет русский бильярд, сейчас она называется «Пирамида», распространена по бывшим странам бывшего Советского Союза, и самой простой разновидностью считается игра «Пул» – американская разновидность. Ну, чем она простая? Проста забиванием шаров. Но на самом деле игра соответствует всем параметрам. Она такая же интеллектуальная, она такая же сложная, как и все остальные игры. То есть игры, эти разновидности, они отличаются друг от друга кардинально, но при этом в каждой игре есть свои сложности. В 1967 году была сформирована первая сборная Советского Союза, возглавил ее Гиви Амфемиаде, человек, живущий в Ростове-на-Дону, это бывший футболист известный. И со времен проведения этого чемпионата начали открываться федерации на то время бильярдного спорта. В Харькове федерацию бильярдного спорта возглавил певоваров Владимир Борисович, который в 2002 году провел первый чемпионат Украины по бильярду.